друзья всем привет сложилось мнение на что на авторынке зеленый угол особенно это где-то туда вглубь нашей россии продают одно битье утопленники торгуют барыги но это не так и сегодня мы вам покажем что на авторынке есть хорошие надежные японские автомобили с настоящими аукционными листами друзья всем привет судя по прошлым видео по комментариям многим не пришло оповещение как знаете обычно бывает когда выходит выходит новое видео пожалуйста отпишитесь в этом видео пришло вам оповещение или нет эти начнем сегодня будет очень интересное видео кстати не забывайте подписаться поставить все тоже тот же самый колокольчик значит что у нас сегодня будет это понятно это аукционные автомобили мы вам покажем то что то что они действительно есть мы с вами заберем несколько тоже аукционных автомобилей и самое интересное очень много вопросов по поводу машины на заказ и машины которые везутся которые в пути сегодня мы узнаем что это такое развод это или нет перед нами стоит toyota corolla филдера это на и популярнейший реально самый самый наверно популярный недорогой можно его звать назвать народным автомобилем универсал белый цвет сзади спойлер камера заднего вида установлена это гибридная версия автомобиля он на обычных штатных дисках без литья на летней резине ветровиков на автомобиле нету есть повторители родное лобовое стекло датчик при столкновении у него очень хорошая комплектация установлены туманки это полноценный гибрид полноценный продавцы не злые продавцы предоставляют автомобиле показывать вам автомобиль завели сейчас пройдемся немного посол давайте наверное сразу да сразу аукционный лист это родной пробег на автомобиле 98000 хотите эти пробиваете смотрите 98000 646 километров пробег на данном автомобиле кузов у автомобиля целый не битой не крашеный оценка 4 балла cc состояние кузова состояние салона многим интересно да что такое цветом д и в плане допустим там салон c да это значит он какой-то какой-то грязный сейчас мы вам покажем то что не стоит на это запариваться и так багажное отделение полка до присутствуют как бы небольшие вот такие вот потертости у дырок по крайней мере здесь никаких нету пласт пластик он не поцарапанный вот в одном месте вот здесь немного и вот здесь в остальном довольно таки хорошее состояние салона именно по багажному отделению так как это универсал там постоянно возятся какие-то грузы значит дверная карта чистая аккуратное сидение не продавлено не прокурено коврик на месте потолок в принципе тоже вопросов нет вот небольшая царапка какая то есть подсветочка работает верная карта водителя все отлично сидение тоже ну есть небольшая такая замятость но машина не новая руль не потертый минус 4 на улицу нас кстати сегодня потеплело состояние передней части автомобиля стоимость автомобиля 789 тысяч рублей но мы разговаривали с продавцом то есть будет какая-то скидочка ответственно скажем так именно по кузовщине по кузовным деталям то есть подробно и смотреть не будем просто несколько раз на деталь видим капот у нас в родном окрасе все в пределах допуска по левой стороне дверка у нас целая в родной краски заднее левое крыло тоже у нас целая напоминаю крышка багажника идет пластмассово пластмассу не посмотреть пластмассу нужно смотреть на глаз то кто в этом разбирается обязательно увидят крашеная деталь или нет так как вы видели автомобиль весь в родной краски естественно при осмотре автомобиля смотрится все все намного подробнее так филдер один вам показали 15 год друзья гибрид 4 балла 789 тысяч рублей будет скидка будет пересчет цены целый по кузову 98000 пробегу идем смотрим дальше это уже suzuki ignis гибрид ярко в таком шикарном красивом красном цвете с туманочками с хромированными накладочками кстати вот такие автомобили начали появляться и так шестнадцатый год 1 и 2 91 лошадиная сила 597 тысяч четыре с половиной балла друзья и такие автомобили четыре с половиной балла бывают на авторынке ветровики бесключевой доступ шикарное литье летняя резина но резина под замену тут конечно да с этим не поспорить ведь и вниз гибрид сзади метла сверху антенна таки какие-то вот вставочки такие японцы придумали сделал давайте посмотрим на аукционный лист на автомобиле ну и заодно сделаем такой небольшой мини обзор мультируль работает сам аукционный лист и так четыре с половиной б пробег 56 тысяч на автомобиле кузов целый без окраса без подкраса и так далее значит центральная панель да пожалуйста перед нами спидометр тахометр остаток бензина руль идет обычный пластиковый информация управления музыкой с правой стороны trip info подсветка снизу нас кнопка старт-стоп от антибукс отключение системы ай стоп включение туманок ну туманочки получается что здесь устанавливали и корректор фар вот такого плана вот здесь сделаны дуечки магнитофон он вот такое ощущение смотришь да как будто вот вот это все вот одно целиком вместе как будто вот он вынесен сюда но по факту просто стоит 2 диновская магнитола здесь у нас пряталась кнопочка аварии печка на обдув ну я имею виду на горячий на холодный воздух тоже вот интересного так сделали да вот как знаете как тумблера здесь какие-то авто делаем побольше ручка переключения передач 2 подстаканника там у нас пряталась ниша розетка на 12 120 вольт ручник где на месте есть даже подогрев водительского сиденья понятно что здесь airbag что здесь airbag бардачок я уже открывал до показывал вот такого небольшого я вам скажу объема дверная карта комбинированная черная светлая подстаканник там колонка ну вот такого плана ручка фальшвейер большие тоже есть место в автомобиле ну и в принципе я сел мне сидеть довольно таки я вам скажу удобно да вот на автомобиле смотришь со стороны он такое кажется маленький какие кар но салоне место в принципе в кей карах тоже место в салоне очень много подсветка козырьки зеркало поднялка поглядим что сзади у нас происходит второй ряд сидений тоже чистейший ухоженный салон реально чистейший ухоженный сиденье у нас спинки откидываются вот таким вот образом ставим на место шикарно-шикарно чистенький потолок без там царапин без прокурор и так далее вид автомобиля сзади багажное отделение поживите царапин не потертости ничего нету подсветка работает и вот здесь место под запаску огромная просто огромная ниша донград у нас просто блестит эта спинка нас также откидывается давайте посмотрим на машину четыре с половиной балла все родное ребят все родной краски так suzuki ignis гибрид за пятьсот девяносто семь тысяч honda fit кстати fit это отдельная тема для сегодняшнего нашего видоса поэтому не переключайтесь дальше будет реально интересно итак это gp6 гибрид комплектация попроще линз нету туманок нету на летней резине повторители бесключевой доступ сзади установлен спойлер метла камера заднего вида есть ну давайте начнем начнем с аукционного листа посмотрим на лист аукцион и комплектация с климат-контролем сейчас я вам покажу и так и так и так он у нас немного выцвел немного он у нас выцвел 4 балла б б салон пробег сто пять тысяч на автомобиле кузов автомобиля совершенно целый то есть тоже без окрасов идет без подкрасов стоимость этого автомобиля на 695 тысяч рублей 600 сколько вы отдаете 600 680 то сделают в принципе неплохую скидку до в 15 тысяч рублей смотрим состояние багажного отделения салон б оценка салона б видите в принципе все даут сравнимо с филдером то есть филдере стояла оценка c здесь стоит б это будет также зависеть от строгости аукциона смотря на ком аукционе вы покупаете автомобиль везде дают разные оценки по салону и по кузову то есть на кому-нибудь аукционе может стоять оценка три с половиной балла на простеньком до аукцион по строже скажем так может поставить совсем другую тонку подкапотное пространство целенькая не ржавая смотрим кузов на покраску деталей это вы говорите нету хороших машинеть не конкретно вы да вот ну еще раз что серёга сказал в начале видео мнение такое впечатление сложилось мол барыги барыги там наворачиваю ценники там по 100000 машины по 200 ребята вы попробуйте сами машину привезти сейчас ни в коем случае не защищая продавцов это лично мое мнение видите тоже кузов целый аукционный лист бьется по статистике хотите берите открывайте проверяйте конечно это взять комплектацию до какую-нибудь побогаче помоднее он будет подороже стоить робот два подстаканника usb выход климат-контроль мультимедиа система центральная панель куда сводится вся информация подсветочка нижний бардачок документы все имеется все в наличии ну сегодня давайте по месту мы говорить не будем да потому что сегодня вам просто хотим показать то что то что на рынке еще раз повторять действительно есть хорошие автомобили идем искать следующий автомобиль минивэн всеми любимых honda free spike гибридном исполнении такой знаете мокрый асфальт темный серый цвет туманочки фары летняя резина штатные нелитые диски просто штатные диски родное лобовое стекло повторители ветровики 12 год аукционная оценка три с половиной балла 2 электро двери 650 тысяч рублей хондовский аукцион хондовский аукцион это очень строгий аукцион там там указывается все вы сейчас увидите аукционный лист то не разбирается подумают то что есть какие-то красные детали на этом автомобиле багажное отделение да ну немного грязненькая но я так понимаю полировочку здесь не наводили подсветка включается банкрот на месте идет у нас закрыли так как бы мне выбраться отсюда постоянно вот эти машины пользуются спросом популярности постоянно просят их найти электро дверь работает второй ряд сидений у нас сплошной диван увидите тут кто-то натоптал уже как-то некрасиво некрасиво темный потолок два подлокотника круиз-контроль хорошая комплектация климат-контроль 650 тысяч плюс плюс идет конечно торг проход между сиденьями я вот знаете вот на кузов смотрю да мне вмять они царапины ничего не вижу по крайней мере по левой стороне вот небольшие какие-то сколы вот небольшая царапина вот 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 но это ребят это все полируется это все он видит аукционный лист это все указано на аукционном листе по правой стороне тоже все отлично электро дверь с правой стороны работает закрывается комплектация у нас идет самогреем лового стекла отключения антибукса руль у нас идет обычный круиз-контроль я уже сказал дверь его здесь показано то что дверь у нас была открыта бензина мало мультимедиа система климат-контроль что вам еще тут показать такого больше интересного ничего нет ну собственно сам сам аукционный лист да вот смотрите здесь вообще указано три с половиной балла салон д.д. но салон он вот мы вам сегодня показали показали фито фито показали toyota corolla филдер но в принципе одинаковое состояние салона я вам даже больше скажу наверное филдере салон был немного похуже похуже да и фите был похуже чем чем в этом автомобиле вот о чем я вам говорю различия аукционов по строгости хондовский аукцион пожалуйста три с половиной балла салон д.д. фрид спайк стоимостью 650 тысяч рублей хорошая цена за гибридную версию автомобиля пробег на автомобиле пробег на автомобиле сто тридцать восемь тысяч километров пойдем походим еще поищем наверно парочку еще посмотрим автомобили аукционах спайка вам показывали это уже последняя версия на honda фрид g комплектация сенсик последний кузов вот у нас есть обзорчик на такое равно родное лобовое стекло повторители датчик при столкновении тоже бесключевой доступ электро дверь с левой стороны с правой стороны еще не знаю машину не открывал и вот больные больные до показать ребят а и руки тоже есть данный автомобиль у него оценка r сейчас мы посмотрим на его аукционный лист я его еще не видел камера заднего вида есть три ряда сидений раз два три четыре пять шесть семь семь мест чистенький аккуратный салончик по правая дверь электро или нет и правая дверь ребята у нас электрокомбинированные сидения подлокотник место очень много но я уже здесь сразу вижу да то что в предыдущем кузове место между первым и вторым рядом сидений было намного меньше полный мультируль холодно нужно погреться здесь смотрите что сделали изменили вот такого плана дисплеечек дверь открыл показано что дверь у нас открыта и так и так климат-контроль мультируль говорил мультимедиа система камера заднего вида включается работает здесь дополнительное зеркало на просмотр салона огромные солнцезащитные козырьки и так и так и так и так r cc ну где здесь салон c покажите мне где здесь салон c так значит замена капота покраска передней левой двери покраска задней правой двери покраска крышки багажника пойдемте проверим на покраску и на замену капота эти и этого никто не скрывает цена у этого автомобиля цена 857 тысяч рублей кстати это вот такой аукцион да где идет ну реально хорошая покрасочка то есть принципе толщиномер может даже этого и не показать вообще толщиномер как бы это не сильно скажу показатель то здесь нужен опыт здесь нужны твои глаза судя по всему дверь у нас должна быть крашена да вот видите буквально тут на 20 год вот 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 дверь идет окрас дверь без съема болты целые не сорваны совпадает крашена крышка багажника украшена вот эта дверь да друзья все совпадает вот здесь немного вот вот где-то вот где шпаклевочка здесь было вот она вот 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 была какая-то вмятина на двери то есть смотрите по толщиномеру до покраска крышки багажника покраска двери покраска этой двери сравниваем с аукционным листом все совпадает абсолютно все покраска задней двери покраска боковой двери покраска водительской двери аукционный лист на место на место и пойдемте посмотрим что у нас с капотом кстати вот замена детали да не всегда нужно этого пугаться не всегда допустим поменяли детали и страшно в этом ничего нету главное чтобы внутри все было целое сейчас мы это с вами проверим и так смотрим внимательно до болты у нас под сорваны и под сорваны от сорва сорваны с правой стороны с левой стороны тоже соответственно капот имеет себе снятие крыло у нас целая но не снималась сто процентов это крыло у нас тоже целая швы герметик идет заводской лонжероны целые но скат на камеру вы не увидите но я вижу то что болты там не кручены с этой стороны швы герметик идет все заводское вот такой автомобиль замена капота да мы бы наверное все таки да не все таки рекомендовали бы к покупке потому что еще раз повторяю страшного ничего здесь нету вот если бы поменяли капот капот заделал это в решетку радиатор там лонжерон и погнула бы это конечно уже другое дело а в этом случае страху никакого нету и так это honda freed за 857 тысяч рублей друзья аукционные автомобили мы вам показали а теперь поедем заберем автомобили проверенные нами мы вам сейчас покажем находимся с вами в транспортной компании как и обещали покажем автомобили которые мы что-то подбирали что-то просто осматривали и и пригнали их на транспортную компанию раз два три сегодня три автомобиля выкуплены и пригнаны еще раз говорю в транспортную компанию как вы все заметили ребят это honda это honda спайки и так кратенькие обзорчики а начинаем с черного 2011 год полтора литра пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей родной аукционный лист три с половиной балла замена задней двери бесключевой доступ руль простой электро дверь два ключа дверь работает пробег 108 тысяч климат-контроль черный чистенький салончик второй ряд сидений неплохо да с таким пробегом за такую стоимость напишите в комментариях как вы считаете хороший автомобиль стоит он своих денег или не стоит переходим к следующему это уже белый перламутровый цвет gp 3 кузов не гибрид на летней резине повторитель тоже бесключевой доступ хорошая комплектация внимание автомобиль автомобиль 2013 года выпуска и как вы думаете сколько он стоит в такой комплектации с двумя ключами где идет две электро дверки он даже заводится а стоит он с пробегом 117 тысяч всего 600 тысяч рублей это был не автоподбор это просто нам подписчик скинул автомобиль вчера его еще даже на дроме не было мы его проверили сегодня он уже стоит в транспортной компании климат-контроль камеры заднего вида на автомобиле есть глушим хорошая да цена две электро двери мультируль климат-контроль два ключа тринадцатый год и 600 тысяч рублей идем дальше ну и третий спайк это был у нас подбор автомобиля задача была сумма у подписчика 600 тысяч рублей автомобиль целый по кузову возможно какие-то небольшие нюансы подкрасы может какая-то замена деталей ребят ну и самое главное пробег до 150 тысяч пусть нормально адекватно оцениваем ситуацию сколько ездят японцы на автомобилях и так и так и так как ключик то я от него забыл взять и так это автомобиль 2012 года это гибрид стоимостью кто-то может кто следит за нашими видео до видел его у нас в обзорчике 635 тысяч рублей отдали его за 616 тысяч рублей ключик там не приготовили приготовили ключик вот он лежит да как бы ключ идет обычный зато это идет гибрид отключение антибукса японец какую-то сюда штуку сам поставил климат-контроль камеры заднего вида к сожалению нет но ребят это гибрид это целый не битый кузов автомобиля идет замена задней двери все в остальном автомобиль целый чистенький ухоженный салончик ну присутствуют да какие то конечно царапины машина не новая но тем не менее состояние состояние автомобиля очень достойно хонда фрид спайк 2012 год гибрид за 616 тысяч рублей итак возвращаемся к нашей теме автомобили под заказ в пути на камере сила батарейка будем снимать на телефон honda fit 2015 год 485 тысяч рублей полтора литра гибрид гибрид так и смотрим что у нас здесь написано указано указано конечная цена в городе владивосток давайте посмотрим на фотографии так обычные фотографии автомобиль в японии японии сейчас посмотрим на фотографию спидометра полный мультируль круиз-контроль вот у нас спидометр так пробег на автомобиле 16000 давайте будем звонить попытаемся попытаемся купить его алло алло добрый день здравствуйте расскажите пожалуйста вот хит у вас продается 15 год 15 год 485 тысяч да да есть такой ну как его посмотреть можно приобрести он в японии еще находится статус же в пути в автомобиле находится ну в пути в японии да находится но это он есть действительно это автомобиль да 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 действительно он почему цена такая низкая ну цена указана без брокерских услуг сюда еще 30 тысяч нужно прибавить без брокерских услуг да это да ага это люди которые занимаются растаможкой но все равно дешево получают ну машина была после ДТП в Японии а что с ней было битая была в переднюю часть левую машину переваривали кузов вытягивали попутки были взорваны а подушки подушки да были взорваны да 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 были но они восстановлены нет ну да конечно восстановлены так ну а какой то аукционный лист имеется на нее нет 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 это машина не аукционная она с внутреннего рынка Японии куплена ага так 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 а номер кузова нужно? а у меня на аукционная нужна? да нет нет цена просто не устраивает номер кузова по прибытии автомобиля то есть ну это как цена получается вот 485 тысяч он будет здесь на него можно будет на этот автомобиль посмотреть или как это происходит? ну да он придет где-то к концу февраля растаможится потом можно будет на него посмотреть к концу февраля так ладно я понял все спасибо большое так друзья ну я думаю все стало на свои места да то есть лонжерон вареный дтп подушки стрельнуты и так далее а теперь давайте посмотрим сколько в реале стоит такой же фит и так honda fit 15 год аукционный лист 4 балла гибрид синий цвет ну аль комплектация есть все увидел еще какой-то мугин машина стоит 700 тысяч на сайте drom.ru она продается за 705 тысяч рублей аукционный лист в глаза не видел на этот автомобиль показываем внешний вид смотрим салон камера заднего вида есть метла спойлер чисто аккуратно кожаные вставки ну ребят это L комплектация без ключевой доступ мугин подлокотник сидения здесь кстати вот таким планом складываются крепятся кто не знает дверные карты без царапин без вмятин без коцок потолок чистый не прокуренный не продавленный не поцарапанный на улице все холодает и холодает дверная карта водителя электростеклоподъемники отключение систем туманочки здесь ставили тоже кожаные вставки коврики кожаный руль сигнал работает круиз-контроль робот ручник два подстаканника климат-контроль магнитофон звезды входом и так смотрим на аукционный лист вот этот аукционный лист мы статистике не пробивали но я думаю он родной и так 4 балла cd пробег сто одна тысяча сто одна тысяча да а теперь вспомните какой пробег был на автомобиле который за четыреста восемьдесят тысяч или сколько он там стоил кузов у автомобиля тоже целый поэтому я думаю все сомнения все сомнения ушли да то что автомобили не могут стоить так дешево это касается не только honda fit это касается абсолютно любого автомобиля что возьмем филлер что возьмем акцию что возьмем акцию акву что возьмем того же самого ноута поэтому ну я думаю вы сделали выводы что касается значит битья на авторынке что касается аукционных машин вы все прекрасно видели то что аукционные машины они есть есть битье есть автомобили с большими пробегами есть просто с огромными пробегами очень многое зависит от того с какой суммы вы пришли на автомобильный рынок для покупки автомобиля возьмем с вами с вами тот же самый тот же самый фит да вот которому мы сейчас звонили в японию с дтп с анжиронами варенными и так далее который стоит у нас который мы вам показывали аукционные четыре балла итак если вы пришли на рынок у вас есть шестьсот пятьдесят тире семьсот тысяч рублей и вы пришли за фитом за гибридном в хорошей комплектации то вы себе его купите но если вы пришли у вас пятьсот восемьдесят тире шестьсот тысяч рублей то да да вы купите аукционную машину но пробег будет большой пробег будет большой и будут какие-то нюансы по кузову то есть допустим за шестьсот тысяч такого фита такого фида к сожалению не купить еще такой вопрос к вам многие уже ездят на японских автомобилях многие покупали на рынке но многие также заказывали именно через аукционные компании напишите пожалуйста в комментариях то есть когда вы заказали машину через аукционную компанию когда вы получили машину соответствовала она заявленным там требованиям что он предоставили в аукционной компании соответствовали она аукционному листу почему спрашиваем потому что мы работаем с автомобилями каждый день и реально ты видишь настоящий аукционный лист он у тебя бьется по статистике он проверяется но идет последнее время реально идет большое несовпадение поэтому не поленитесь оставьте комментарий под этим видео на сегодня все друзья наш небольшой сериал заканчивается будут еще новые серии вот не забывайте подписаться поставить обязательно палец вверх поставить комментарии и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока всем хорошего настроения